В этом видеоролике мы ознакомим вас со способами расчета площадей слоев основных и многослойных элементов. Параметр площади слоя компонента можно использовать для большинства элементов моделей ArchiCAD. Давайте рассмотрим плоскости, используемые для расчета площадей слоев различных основных и многослойных элементов. Для прямолинейных вертикальных стен используется вертикальная плоскость, проходящая через середину слоя, то есть через его центральную продольную ось. Для наклонных стен используется наклонная плоскость, проходящая через середину слоя. Для криволинейных стен используется цилиндрическая поверхность, проходящая через середину слоя. Для криволинейных наклонных стен используется коническая поверхность, проходящая через середину слоя. Для стен наклонных двух сторон используется ближайшая к линии привязки плоскость слоя переменной толщины. Для трапециедальных стен также используется ближайшая к линии привязки плоскость слоя переменной толщины. Для многоугольных стен применяются вертикальные плоскости, определяемые рёбрами привязки. Для перекрытия используется плоскость перекрытия. Для крыши – плоскость крыши. Для оболочки – плоскость слоя, ближайшая к плоскости привязки оболочки. Для 3D-сетки – плоскость привязки 3D-сетки. Для прямолинейной балки – вертикальная плоскость балки. Для морфов параметр площади слоя компонента не рассчитывается. Чтобы узнать, как рассчитывается площадь колонн, пожалуйста, посмотрите отдельный видеоролик. В большинстве случаев площади элементов рассчитываются путём проецирования их поверхностей на виртуальную плоскость, проходящую через центр слоя или компонента.